Вот я вчера пользовался некими заметками в течение последнего часа, значит, у нас осталось полтора часа, я так понимаю, лекции, значит, поэтому, я думаю, что, ну и так, конференция вроде называлась, то есть школа называлась Теория Стоун, интегрируемые системы, еще что-то было, и Теория Представлений. Ну, пока что, да, значит, хорошо, в общем, немножко Теория Представлений было в последний час вчерашней лекции, вот я вчера пользовался вот некими заметками, которые я, вот, так сказать, туда выложу, а потом подредактирую, и уже лучшая версия, когда-то там появится. Так, вот вчера я говорил вот о чем, значит, вот часть связанная с Теорией Представлений. Значит, имеется стандартная такая конструкция фирменного фоковского пространства, значит, это полубесконечное внешнее произведение пространств С, З, ну и там по каким-то техническим соображениям удобно сдвинуть наполовинку. Значит, имеется такое пространство бесконечное, и его полубесконечная внешняя степень определяется следующим образом. Базисом там являются вот, так сказать, такие векторы, где через какое-то количество, так сказать, произвольных М1, М2, они все начинают стабилизироваться вот таким вот образом. То есть, они идут вниз. Вот здесь сидит Боря Фегин, который... Придумал Молдерак. Придумал Молдерак, да, именно так. Значит, дальше. Есть замечательная такая вещь, которую можно организовать из этого векторного пространства, а именно алгебру Клиффорда этого пространства. Значит, вне образующими являются Пси-М, Пси-М со звездочкой, ну и, так сказать, обычное соотношение. Ну и хорошо известно, как она действует на это пространство. Значит, это просто фоковская конструкция, по-другому немножко записанная. Дальше есть замечательный факт. Значит, есть, во-первых, замечательная алгебра, Газенберговая алгебра. Вот такая вот... И есть замечательная конструкция, которая вот называется Бозе-Ферме соответствия, но как бы на уровне теории представления, а именно соответствия между алгеброй Газенберга и Клиффордовой алгеброй. Значит, вот как в квантовой теории поля. Там как бы есть континуальный интеграл, есть такая как бы религия. А есть, так сказать, операторный формализм. Тоже, как бы, когда можно придать этому четкий математический смысл. Это действительно операторы в Гильбертовом пространстве. Но часто это тоже некая религия, как бы, так сказать, такой символизм. Вот, но вот то, что здесь написано, как бы, это такая алгебраическая версия, можно об этом думать, как алгебраическая версия, вот, так сказать, того фермеон-бозонного соответствия, которое мы обсуждали утром и в первой лекции. А именно, соответствия между фермеонами. Значит, почему я говорю сейчас про фермеоны? Потому что статсума демеров равна Пфофиану. Дорогие товарищи студенты, поднимите, пожалуйста, руку. Кто знает, что такое интеграл по алгебре Грассмана? Все. Какое счастье. Что? Море Федяну знает, который придумал мой литерат. Да, нет, я студентов спрашивал. А я ничего не знаю, я бы не обнимаю. Ага. Ничего, нет. Профессора нормально, как бы, они обойдутся. Главное, студенты. Мой, мой, тем не менее. Я же как-то профессор. Хорошо. Значит, я напомню просто, что димерная статсума, в конце концов, мы ее записали как некий множитель, который плюс-минус один, который знак Пфофиана, умножить на Пфофиан матрицы Костыляйна. Теперь, что такое Пфофиан кососимметрической матрицы? Его можно записать как интеграл по Грассмановой Грассмановой алгебре. Вот такой экспоненты. Но если его разложить, то понятно, что старшая степень экспонента только даст вклад. Это единица в степени n пополам. А дальше стоит интеграл разделить на n пополам факториал. Все узнают формулу для Пфофиана. А дальше стоит АА в степени n пополам по ДА. n это размерность, значит, у нас имеются фермионы А1, АН. Ну и отсюда как бы следует сразу же формула для, собственно говоря, вот отсюда все и получается. Минус один в степени сигма. Дальше, если применить эту стандартную формулу для вычисления, а здесь будет стоять Асигма 1, Сигма 2, Асигма n нанос 1, Сигма n. Значит, тем самым эту статсуму можно себе представить таким удивительным образом, что это как бы это фермионная теория, в которой все минусы сократились. Правила такие, что Асигма 1, Сигма n интеграл по ДА равно минус один в степени сигма. Что? Просто, ну вот такое правило. Как бы ДА это ДА1, ДАn там с точностью до какого-то знака. И знак выбирается так, чтобы интеграл такого произведения, где Сигма это перестановка, был бы равен минус один в степени Сигмы. Что? Интеграл АДА единицы. А, это потому что, это, 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 да. Нормально, да? Хорошо. Значит, вот получается такая формула замечательная. То есть, мы записали как, мы записали статсуму, как, значит, некую вот такую фермионную квантовую теорию поля, если угодно. Значит, а теперь известно, что, ну вот, когда там пространство-время как-то так более-менее нормально устроено, типа цилиндра, эту статсуму можно переписать через операторы. То есть, операторы в каком-то фермионном, там, фокусском пространстве. Ну, вот, собственно говоря, то, что я вчера писал, вот эту вот формулу через вершины оператора, просто вчера было поздно, я очень устал, и как-то я забыл сказать несколько важных вещей. Значит, во-первых, эта формула, она не с небес свалилась, как бы, она просто то же самое костыляйного решения, только записанная сначала в виде такого интеграла, а потом этот интеграл записан в виде, так сказать, маточного элемента каких-то операторов. Вот давайте сейчас я расскажу, каких операторов. Значит, вот у нас есть Газенберговая алгебра, ее можно представить действием таких билинейных фермионных операторов в нашем фокусском пространстве. И дальше, значит, вот вводим эти самые замечательные операторы гамма плюс-минус, о которых я в прошлый раз говорил. Ну, вот они обладают таким свойством, что, значит, если... Да, значит, естественное скалярное произведение у нас есть, просто есть базисы, есть евклидовое скалярное произведение, и для этого евклидового скалярного произведения вот такое свойство есть. Если мы двигаем гамма-1 слева направо, то гамма-минус превращается в гамма-плюс. Вот такие коммутационные соотношения между гамма-плюс-гамма-минус, гамма-минус-гамма-минус и гамма-плюс с фермионами. Значит, вот я прошу обратить внимание, что здесь фермионы дираковские. То есть, есть Пси и есть Пси со звездочкой. Значит, это найдет... Ну, в общем, это связано с тем, что димерная модель, которая возникнет, она будет на двудольном графе. Хорошо. Значит, вот есть такие перестановочные соотношения, и есть действие Пси на... Есть действие Пси на таких векторах. Значит, что делает Пси? Пси добавляет один вектор в это внешнее произведение, а Пси со звездочкой, наоборот, вынимает один вектор из этого произведения. То есть, он действует нулем, если это М здесь не встречается в этой последовательности, и вычеркивает М с соответствующим знаком, если оно встречается. Хорошо. Ну, и вот, значит, теперь Пси от Z, это просто производящая функция для всех Пси М, Пси со звездочкой М, производящая функция для всех Пси Н, и легко проверить, что если определить В с ноликом Н, как такое вот внешнее произведение, просто начинается с Н минус половинки, и дальше все время вычитается единичка, то это собственные векторы для гамма-минус, просто из этих соотношений, с такими собственными значениями. Ну, значит, что означает, что у нас есть такие векторы? Значит, ну, это некая такая стандартная теория представлений, о которой я сейчас не буду вдаваться. Значит, теперь вернемся к димерам. Вот я уже, по-моему, вчера я говорил, что, да, значит, а, я еще хотел сказать сегодня об этом. Я еще не успел сказать очень важную вещь. Во время упражнений я хотел еще одну важную вещь сказать. Вот, допустим, что наш граф гамма двудольный, то есть вершины являются объединением вершин двух типов, черные и белые, черные с черными не соединяются ребрами, белые и белые не соединяются с ребрами, а черные с белыми соединяются. Значит, тогда что мы можем сказать? Что наша матрица Костыляйна, у нее такой вид, это просто связано с двудольностью. Значит, все пространство вершин С в степени В гамма являются прямой суммой черных вершин, белых вершин, сейчас я начну, да, правильно, белых вершин, и матрица смежности, вот эта вот, в которой плюс-минусы дописаны матрицы Костыляйна, она имеет такой блочный вид. Абсолютно правильно. Я просто еще не успел этого сказать. Вот это приятно в образованной и умной аудитории доклады делать. Как говорили раньше, подметки рвут. Значит, действительно, минус транспонированное, и теперь понятно, что что хочется сделать. Хочется написать, что пфуфиан этой матрицы А равен детерминанту К, но мы не можем этого сделать, поскольку К действует из одного пространства в другое. Значит, нам нужно их как-то отождествить. Значит, для того, чтобы написать пфуфиан через детерминант матрицы К, нужно отождествить белые и черные вершины. Значит, нужно вот это отождествить с вот этим. Ну вот, предлагается следующее. Вот конкретно в этих формулах, которые сейчас будут, отождествление делается так. Просто, вот, для каждого горизонтального ребра мы объединяем вот эту пару вершин в некий один агрегат, который, значит, называется так. Буква Пси стоит в белом, а буква Пси со звездочкой стоит в черном, в черной вершине. А координаты у них у обоих, будем считать, одинаковые. Это координаты центра вот этого вот ребра. Значит, тогда, после того, как мы сделаем это отождествление, то есть, это означает, что мы просто посадили димеры, некие такие вспомогательные, на все горизонтальные ребра, и эти димеры отождествили эту вершину с этой. После этого, значит... А это соответствует к этому омега-2? Да, это омега-0, которая действительно... Значит, о которой мы говорили в предыдущем утром. Горизонтальные димеры. И тогда у нас матрица Костеляйна является просто такой блочной матрицей, минус К транспонированной, где теперь К и К транспонирование действуют в одном и том же пространстве. И после этого Фиан А равен детерминанту К. Вот есть такое замечательное тождество, которое проще всего доказать с помощью Грассманова интеграла. Вот эти вершины отождествлены. Ну, взял и отождествил, да. Я просто... Почему хочу про Фиан А равен детям сказать, что как-то... С Фианом, конечно, хорошо работали, но с детерминантом еще лучше. Вот. И хочется написать такую формулу. Ну, и раз я напишу такую формулу, как я, так сказать, могу ее проинтерпретировать здесь? Это означает, что просто я пишу А как пару Пси со звездочкой Пси. Ну, точнее так, Пси белые и Пси черные. Пси black and пси white, наоборот. И так как эта матрица имеет блочный вид, то получается, что это равно Пси B, К, Пси W. И дальше это можно считать Пси, а это можно считать Пси со звездочкой. И этот интеграл становится просто интегралом для детерминанта. Это самое простое доказательство этой формулы. Можно, конечно, через комбинаторику двигаться, и как бы... По сути, это то же самое, но так выглядит проще. Можно все-таки, вот, за словами отождествий вершины, за ними кроется, до множения, на какую-то матрицу, или что, за ними, какая формула кроется, за ними, за словами? За какими? Да, это значит, что у нас есть линейная... Ну, да, мы выбираем базис в одном пространстве, базис в другом пространстве, и как бы фиксируем линейное преобразование, которое переводит один базис в другой. Ну, совершенно верно, да. То есть, как бы, нужно просто выбрать базис и отождествить базис, и дальше, как бы, линейный оператор становится квадратной матрицей, так как у них размерности одни и те же. Вот, это я в точности как раз и делал. Значит, хорошо. Теперь, да, теперь смотрите. Вот эта костыляйная матрица А, она стала матрицей К просто после этого отождествления. И действует она вот таким вот образом. Она действует на этом пространстве, ну, либо на этом, либо на этом, уже без разницы, поскольку они отождествлены. И действует вот таким вот образом. Ну, хорошо. А теперь, значит, вот я здесь сказал, что этот интеграл, этот фофиан можно записать, как вот интеграл теперь по двум типам фермионов. Ну, и чтобы уж так вот совсем было, как на слайдах, я это запишу, может быть, я тогда вот эту буквой B запишу. А, это будет А со звездочкой КА. Значит, вот мы можем такую билинейную комбинацию построить. Это просто матрица Костыляйна. Здесь ничего другого не написано. Но теперь смотрите. Здесь у нас все, так сказать, в одной и той же точке происходит. Дальше. Здесь ТТ плюс один, ТТ плюс один, но по H имеется сдвиг. Давайте, как бы, оператор сдвига обозначен буквой V. Вот. И, значит, и дальше просто это некое вычисление, которое я сейчас не буду делать, оно довольно занудное. Детерминант этой матрицы К. Значит, матрица К, вот она написана, вот это ядро этой билинейной формы, и он же равен Грассману интегралу, и этот же Грассману интеграл можно записать, как, так сказать, такой вот. Мы, как бы, интегрируем по слоям. Сначала этот, потом этот, потом этот, потом этот. И в результате, ну вот, каждый человек, который экспериментировал с Грассману интегралом, знает, что, например, матричное умножение можно записать как интеграл по Грассману переменному. Вот здесь мы делаем то же самое. Интеграл по Грассману переменному, только теперь мы расшифровываем, как матрицу, действующую, так сказать, вот в этом направлении. Матрицы, действующие в этом направлении. И дальше обнаружим с большим счастьем, что это в точности произведение вот этих вертексных операторов, про которые я говорил вчера. Значит, вот здесь примерно так обозначено это вычисление. Вот, я просто сейчас не хотел бы про это долго говорить. Вот, и вот после этого получается эта формула с таким ядром. Получается, то есть получается так, корреляционная функция. Да, я еще обещал формулу для корреляционной функции. Значит, там были какие-то сомнения, должна быть статусома в знаменателе или нет. Вот сейчас я напишу правильную формулу. Это было частью домашнего задания. Вообще, очень интересная всякая линейная алгебра с фофианами связанная. Ну вот, например, да. Например, есть такое тождество прекрасное. Если взять фофиан матрицы А, продифференцировать полуматочным элементам, опять-таки, проще всего это доказывать с грассным интегрированием А, ДК. Минус один в степени специальная перестановка. Просто сигма. Фофиан от минора. Теперь i – это, так сказать, такое вот подножество в множестве 1, 2n. Эта матрица – это просто следующее. Выбрасываются все строчки и столбцы, отвечающие вот этим индексом. Вот. Это аналог соответствующей формулы для детерминантов. А сигма – это такая перестановка, которая 1, 2n переставляет в и 1g1, и kgk, а дальше стоит 1, и здесь все эти и g пропущены. То есть просто эта перестановка вытаскивает эти пары вперед. Это первое такое замечательное тождество есть. А второе замечательное тождество – это это вообще моя мечта такая. Последние 2 недели курса линейной алгебры посвятить вот всяким таким тождеством детерминантов и фофианов. И тогда это вообще замечательно. А есть еще одно тождество – минус 1. И просто продолжая вот это вот. Фофиан от а и т. Он равен… Это опять-таки похожее тождество для… есть для детерминантов, хорошо известное. Значит, этот минор, он равен минус 1 в степени k. Дальше фофиан. Теперь берем обратную матрицу, где индексы а и b в нашем множестве а и находятся. Ну и теперь, если мы все это вместе соединим, получится прекрасная формула, что вот я, пожалуй, ее просто вот здесь вот напишу. Вот так вот. Просто вот это я напишу как… то есть просто… А, я просто могу написать вот так вот. Это производная равна вот такой величине. А теперь рассмотрим корреляционную функцию димеров. Значит, это характеристическая функция ребра И1, G1. Она равна единице, если это ребро занято димерной конфигурацией, и нулю, если не занято. Значит, очень легко видеть, что это просто следующее. Это произведение весов этих ребер. А дальше, ну, просто по формуле для дифференцирования статсумы умножить единицы на z, а здесь катая производная статсумы по этим весам. Значит, ну, это вот просто такой факт есть. Хорошо. Теперь мы хотим… Мы знаем, что наша статсума это является… Она является фофианом. А сейчас не фофиан, а ИД, а В. Чего? Просто если А и В, то мы нажимаем, как будто ограничение матрицы на… Да, значит, мы берем просто… Ну, например, если К равно двойке, то здесь стоит следующее. А минус 1 и 1G1, А минус 1 и 2G2, минус А минус 1 и 1G2, А минус 1 и 2G1. Это формула Вика. Это формула Вика. Я не могу сказать, что там все-то грант берется от И или где-то есть дополнение к И? Здесь И. И это вот эти… Да, просто вот эти вот столбцы и… Ну, странно, если мы не брали ни одной производной, например, то… То ничего бы не выкидывали. Ну, это бы тогда… А, И, значит, мы их выкинули. Выкинули, да. А тогда в верхней формуле мы, наоборот, кастали. Вот это взяли. Хорошо. А в верхней… Да, в верхней формуле взяли. То есть это скрыт. То есть отлучение, что мы иногда оставляем, иногда выкидываем, но где-то скрыт. Там что-то написано, типа того, что выкинуто, это не выкинуто, и равно полу. Есть такая формула. Я забыл, есть имя даже у этого человека. Это Лауази. Тело помните, если что, пропало, то будет… Нет, нет. Более специальный человек такой, менее философский. Лауази. Может быть, Лауази действительно. Это формула, вот как для матричных элементов обратной матрицы через миноры. Есть такая формула. Крамера. Крамера, вот, вот, вот. Не Крамера, не Крамерс, а не Акрамера. Да. Вот. Значит, но что мы еще знаем? Что статсумма является фофианом нашей матрицы Костыляйна. Ну, и теперь давайте подставлять сюда. В общем, когда мы все подставим, я уж не буду сейчас все совсем делать, Полученную такую формулу. Сигма ИК ЖК Сигма ИК ЖК равно минус 1 в степени К. Здесь стоит произведение этих матричных элементов матрицы Костыляйна. А здесь стоит фофиан вот такой вот обратной матрицы Костыляйна, АБ, когда АБ принадлежат этой, нашему множеству А. Вот. И то, что здесь написано, это буквально эта же формула, только как бы, так как мы все время делаем это отразделение белых и черных, то фофиан заменяется на детерминант, а вот это К, это просто матричный элемент обратной матрицы Костыляйна. Но вот из этих вычислений с вертексными операторами он получился вот в таком вот немножко задумчивом виде, но все же таки в прекрасном виде двойного интеграла, который вообще-то можно уже и вычислять. А у нас фи большие были определены? Вот. Фи большие определены здесь. Сейчас фи большие это просто рациональные? Это просто рациональные функции. Бесконечные произведения? Конечные произведения. Значит, это произведение произведение по вот этим вот, так сказать, слоям. И фи плюс мы берем, значит, она зависит от z и от t. Берем произведение ну, по максимуму между t и половинкой. То есть, если t отрицательное, то берем только произведение от половинки до u1, а если t положительное, то берем только вот, так сказать, справа от t1. А у вас конечного размера? Пока что да, все конечного размера. Это формула для конечного размера. Вот. Значит, дальше, да, дальше, значит, вот очень легко найти асимптотику статсуммы, главная часть, не главную часть, немножко более задумчиво. и, честно говоря, как бы это хороший вопрос, зачем? Вот есть такая вещь, как теория конечных поправок в статомеханике, значит, которая, почему она важна, что при определенных условиях вот эти вот все следующие члены, они, их можно вычислить через некую эффективную конформную теорию поля. И, в частности, таким образом можно посчитать конформную размерность каких-нибудь там граничных операторов, если известно, что это за граничные операторы, и центральный заряд теории. Вот. Но в этом случае это немножко более задумчиво, поскольку вот есть вот это замороженные края и внутренняя область, и как в точности вот эти поправки конечного размера здесь действуют, и как они связаны с конформной теорией поля, это такой отдельный вопрос. Значит, то, что я вчера рассказывал, это вычисление асимптотики корреляционных функций, когда мы предполагаем, что вот как бы эта комната раздувается, Q, значит, параметр, с которым взвешены эти кучи кубиков, так сказать, стремится к единице, это такой скеллинговый предел, а точки, в которых вычисляются корреляционные функции, они где-то находятся на конечном расстоянии внутри этой предельной формы. Вот. И то, что я вчера рассказывал, или, точнее, пытался рассказывать, это следующее, что вот есть критические точки, с помощью которых мы вычисляем асимптотику этих двойных интегралов внутри этой области, внутри предельной формы. Эти критические точки приходят парами комплексно сопряженными, и, ну, в общем, легко показать, что вот одноточечная корреляционная функция, это то же самое, что диагональная такая вот корреляционная функция, k. Значит, помните, что k это такой, вот, матрица костыляйна кососимметрическая, для нее диагональ не имеет смысла. Для k это ее блок, то есть a имеет такую структуру, 0 на диагонали, здесь k, здесь минус k транспонирования. И потом мы переделали k в квадратную матрицу, и вот, так сказать, диагональные элементы обратные к этой матрице, вот, они являются как раз матожиданиями вот плотности горизонтальных димеров, и это то же самое, что производная функции высоты по вертикальной координате. И таким образом можно отождествить функцию высоты, ее производную по вертикальной координате, с аргументом вот этой точки z с ноликом, критической точки. В общем, то, что здесь написано, это как такой, как бы, частный случай, вот такой, более общей теории, которая это описание предельных форм с помощью уравнения Бургерса, и соответствующие в данном случае алгеброгеометрические решения этого уравнения со специальными граничными условиями, это вот работа Кеннина и Окунькова. Значит, дальше считаем, считаем эту корреляционную функцию, точнее говоря, это не корреляционная функция, помните, что это вот такая штука, это матричный элемент обратной матрицы Костыляйна. Двухточечная корреляционная функция, она уже квадратична по этим элементам. То есть, смысл самой обратной матрицы Костыляйна это следующее, это просто А, Б, это мы берем фермион в точке А, Пси со звездочкой, потому что, даже я тут напишу лучше вот так уж совсем правильно, К в минус первой, где К, это вот как раз вот этот блок матрицы Костыляйна. Значит, теперь уже один А черный, другой белый. Тот, который черный, это Пси со звездочкой, тот, который белый, это Пси. К сожалению, так получилось исторически, что я почему-то стал это обозначать тоже буквой К, буквой К. То есть, теперь сейчас три буквы К есть. Вот эта буква К, которая не должна быть буквой К. Есть эта буква К, то есть, вот этот вот блок. Понятно, что их смысл разный. Они, грубо говоря, обратны друг к другу. Значит, есть еще К ориентация Костыляйна. Но я надеюсь, по контексту вы различаете все эти три К. Вот. Значит, это просто результат некого вычисления. И потом дальше вот идет вычисление, идет. Здесь видно осцилирующие такие вот члены числителя. и такие вот вещественные экспоненты, они одинаковые для всех четырех слагаемых. А четыре слагаемых отличаются так. Это здесь Z1 стоит W2, то есть, это Z от X1, W2 это Z от X2, здесь W с чертой, здесь Z1 с чертой W, а следующие члены это Z1 с чертой W с чертой. Значит, четыре таких члена, осцилирующие экспоненты разные, а вещественные те же самые. Ну, как это проинтерпретировать, так сказать, мы в данном случае уже мы начинаем интерпретировать. Говорим следующее, что что мы знаем? Мы знаем, что есть эти решеточные фермионы Psi и Psi со звездочкой. Ну, и это является корреляционной функцией решеточных фермионов. А что нам эти формулы говорят? Они говорят следующее, что в скейлинговом пределе эти фермионы ведут себя так, только здесь где-то ошибка с минусом, по-моему, здесь должен быть знак минус. Значит, общие множители такие, а дальше стоит Psi плюс, ну, в каком-то смысле киральная часть, на быстро осцилирующий множитель. Пси минус, другая киральная часть, на быстро осцилирующий множитель. И то же самое для Пси со звездочкой, только там Пси плюс со звездочкой, Пси минус со звездочкой. Ну, вот, я не зря сказал, что как бы это же школа все-таки по теории струн, а какая самая последняя физическая как бы вещь в теории струн, что теория струн оказалась полезной для твердого А значит, а что мы из твердого тела знаем? Что вот если есть море Дерака, у которого границы являются минус К ферми и К ферми, это значит импульсы ферми. Есть такая теория Латтенжеровской жидкости, которая описывает асимтотики корреляционных функций, в общем, в определенных квантовых системах с морями Дерака, то значит спектр, ну что значит, что вот море Дерака такое? Это значит, что мы как бы был какой-то такой спектр у нас изначально вот такой вот какая-то парабола или еще что-то такое, но мы добавили туда магнитное поле и эти энергии оказались отрицательными. И что тогда происходит? Тогда система так сказать переходит в другое основное состояние, где все эти фирменные уровни заполнены и остается возбуждение вот здесь вот в окрестности минус коферми и коферми. ну в общем типа магнитное поле я имею ввиду что может быть это не магнитное поле а химический потенциал да это магнитное поле если ну типа того да значит что важно что в общем ну в общем грубо говоря вот эти пси плюс и пси минус они связаны вот так сказать с разными концами этого моря дирака вот эти осцилляции это очень характерные осцилляции для этих самых вот для таких вот фирменов и в общем любой человек который видел эту самую теорию латерджерской жидкости тут же их и узнает ну и в общем дальше уже такие физические всякие интерпретации начинаются но так как это школа по теории струн то ее нет есть конформное отображение из внутренности эти все z они лежат на верхней полуплоскости и имеется отображение просто из внутренности предельной формы в верхнюю полуплоскость вот ну и значит что откуда берутся вот эти формулы если мы так вот напишем эти фирмионы то вот эта формула это следующая просто нужно определить мат ожидания фирмионов такой формулы это значит просто обычная корреляционная функция двух фирмионов пи плюс пи минус эти корреляционные функции ноль а дальше если мы делаем конформное преобразование мы помним что это спиноры поэтому когда преобразуем Z в W здесь возникает корень из якобиана как должен возникать для спиноров и вот эти вот неприятности которые там были я вчера еще их писал значит это просто-напросто корни из якобианов то есть они показывают что здесь действительно получается какое-то великое чудо что возбуждение вот флюктуации вокруг предельной формы которые вот корреляционные функции которых мы описали их можно осматривать так как не как бозонная теория а как фермионная теория которая живет вот на верхней полуплоскости конформная и она такая глобально конформная в том смысле что это не то что так сказать есть какая-то эффективная конформная теория поля на больших расстояниях но все-таки эти расстояния не должны быть соизмеримой с этим размером системы вот а здесь это просто вот совершенно конкретно в любой точке это предельной формы конечной берем корреляционную функцию она получается конформной вот и какое здесь основное замечание вот в прошлый раз вот я говорил про вариационный принцип и про квадратичную часть вот этого функционала из вариационного принципа который является просто функционалом больших отклонений и квадратичная часть это дисперсия для скалерного поля соответствующего который описывает флюктуации но что мы видим из этих формул мы видим что это скалерное поле естественным образом приходит как базанизация фермионного поля но это неудивительно поскольку наша как бы статсума это и есть фермионная статсума то есть просто здесь вот еще такое замечание получается что это такая немножко недоделанный кусок такой с математической точки зрения но смысл этого такой что вот в димерах в изинге любому физику это скажет так как бы никакого удивления не вызывает это все совершенно естественно о чем мы говорим так и есть вот но вот например вероятности как бы они вот этого может быть и даже не совсем знают что вот эти флюктуации вот это вот газово как это называется гауссово случайное поле что на самом деле в димерах оно приходит как результат фермионизации более фундаментального фермионного поля что базанизации да извините вот ну в общем вот это вот первое замечание да и дальше после этого конечно вот все формулы которые я вчера писал они тут и возникают да значит я как раз вчера забыл еще сказать важнейшую вещь вот вчера была картинка такая просто фотография марковского процесса который симулировал случайное состояние здесь и дальше возникает вопрос что мы еще можем сделать с этим двойным интегралом как мы еще можем его вычислить можем ли мы посчитать корреляционные функции когда две точки например очень близко на решеточном расстоянии друг отходят друг от друга находятся вариационный принцип бесполезен в этом случае все что можно сделать вариационным принципом это вот так сказать вот это вот вычисление которое вот я вот здесь сделал другим способом но зато и я вчера забыл это сказать даже вопрос был задан у меня так сказать зачем все это нужно я не помню кто по-моему Миша вы задали как бы в чем да вот это был очень это был правильный вопрос потому что я просто совсем как бы вчера как-то мух уже не ловил к вечеру значит эта формула замечательна тем что тут более-менее все асимптотики можно ей вычислить например можно вычислить флюктуации в районе точки касания когда предельная форма касается вот стенки значит там соответствующие корреляционные функции они отвечают они ну просто есть объективное соответствие между вот случайным процессом которые здесь в окрестности точки касания и главными минорами случайных матриц значит это вот одно замечание второе если мы внутри находимся ну тоже очень легко если например расстояние между этими точками конечные расстояние конечные и они находятся в окрестности какой-то точки предельной формы тогда просто получается гипсовская мера трансляционно-инвариантная с наклоном который определяется наклоном функции высоты в этой точке под наклоном я имею ввиду ну вот средние значения димеров в каждом направлении то есть наклон функции высоты буквальный наклон градиент функции высоты очень интересная асимптотика вот здесь вот это асимптотика эри процесс эри но здесь нужен другой я не знаю наверное сложно показать достать файл прошлой лекции или это легко я просто тогда еще раз на этой картинке так сказать покажу разные места второй нет третий четвертый сердцем да 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 не сердцем а с этими со шкафом я боюсь что сейчас уже нереально это просто то есть нет это и даже реально еще полчаса еще хорошо значит но альтернатива такая либо подержаться за какую-то формулу подольше здесь либо так сказать немножко поплавать как бы так сказать в другом океане значит по другим океанам я имею ввиду шестивершинную модель хорошо тогда 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 не будем про шестивершинную тогда значит я расскажу про так я да 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 чистая чистая правда вот просто да да с плоской метрикой вот это вот это удивительная вещь вот как бы а физиков не удивишь конформной теории поля которая возникает таких задачах но она обычно так сказать устроена так да так спасибо значит да вот картинка значит вот на границе вот вы просто можете даже видеть частота флюктуации каждый вот граничных линий вдоль линии она намного больше чем расстояние между этими линиями если двигаться в трансверсальном направлении но вот это означает что вот если эта граница предельной формы то значит нужно искать какой-то разумный процесс случайный когда здесь характерное расстояние там типа эпсилон степени на треть а здесь эпсилон степени две трети и это вот это как раз и есть вот масштаб процесса эри и я не честно говоря не подготовился чтобы какие-то конкретные формулы писать как-то у меня так сказать мне очень долго нужно готовиться чтобы вот так вот написать какую-то форму долго дышать нужно так сказать и собирать себя но я постараюсь вот что хорошо вот это уже лучше значит значит это эри вот этот самый вот в этом клюве там процесс пирси у него другая тоже он устроен так что как бы здесь так сказать по-другому нужно перешкалировать в трансверсальном и в направлении этого клюва если я правильно помню там эпсилон одна вторая эпсилон одна четверть как-то как-то так должно быть вот и значит да ну вот ищет такие вот вот конкретно для этой картинки значит есть пирси эри здесь вот случайные матрицы а здесь так называемый sign kernel как бы это вот так сказать то что то что возник это просто трансляционные инвариантные гипсовской меры и вот так сказать еще один удивительный предел когда вот просто точки макроскопически разделены тогда получается такая глобальная конформная теория поля я вот все время говорю что физиков не удивишь конформной теории поля но для физиков конформная теория поля случается на другом масштабе вот это эффективная теория поля конформная центральный заряд который вычисляется методами вот методом конечных поправок вот карди который вычислил это скорее теория поля когда расстояние между точками намного больше решетки но намного меньше чем вот эта предельная форма то есть как бы это грубо говоря мы все еще находимся в касательном пространстве к предельной форме в этом в этом случае и как бы конформная теория поля она так сказать вот плоская в том смысле что как бы мы вот так сказать глобально не живем в таком вот на таком кривом фоне как бы здесь просто евклидова такая конформная теория поля происходит я и не я не понял правильно совершенно верно да если бы если бы у нас была трансляционная инвариантная ситуация то действительно как бы этот самый бэкграунд не то чтобы его не было он просто будет плоский и так сказать это конформная теория поля она будет такая на плоском фоне и все будет замечательно здесь есть буква q это в том случае когда есть граничные условия здесь вот 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 оно здесь написано это гран условия букву q одновременно да да просто что просто это означает что просто мы осматриваем такие комбинации ромбиков которые вписываются вот в такую вот фигуру и например мы могли бы сказать так что у нас еще граничные условия такой что мы здесь какую-нибудь пилу разрешаем вот но мы этого не делаем как у нас так сказать здесь вот критический наклон такой то что называется можно можно я если меня заранее об этом попросили бы я просто написал бы это на слайдах но я честно говоря я а и 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 Сейчас я постараюсь найти правильную статью. Так, а как войти в интернет, может кто-нибудь мне помочь? Сейчас, какая линия? Какая? Какой? Сейчас я попробую что-нибудь написать. Значит, у меня есть полчаса. Понимаете? Хорошо. Хорошо. Так. Можно тогда свет зажечь? Ну, можно оставить его. Ага. Так. Значит, нужно снова этот интеграл писать? Хорошо. Значит, интеграл по некой области в Z и W. Фи минус Z, T1. Все видели, что такое Фи минус, Фи плюс? Фи плюс Z, T1, Фи минус W, T2. Так. Значит, здесь корень из Z, W. Этот корень, он отражает как раз фирменную сущность этого коррелятора. Z минус W. Здесь W в степени минус. Я немножко обманываю, просто иначе это будет совсем грустно. H2, DZ на Z и DW на W. А какие контуры? Контуры, сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас я их просто нарисую. Так. Да. Ну, в общем, тут какие-то сингулярности идут Фи плюсов, Фи минусов. И контур, грубо говоря, здесь центр координаты, контуры, грубо говоря, вот такие вот. Значит, если это интеграл по Z, то это сингулярности Фи плюсов. Это сингулярность вот этого Фи плюса. А для W аналогично имеются сингулярности Фи минуса, и W идет там, так сказать, по какому-то контуру. Я, честно говоря, не ожидал, что такие технические сложности будут интересны, поэтому не подготовил. Контур и контур, да. Значит, теперь, да, теперь, значит, мы вычисляем. Теперь в каком пределе мы хотим это все вычислить? Значит, Фи плюс, это там какие-то такие произ... Фи плюс минус, это какие-то такие произведения. Здесь стоит единица минус Z плюс минус 1, Q в степени M, где M меняется по каким-то областям. Вот в предыдущем файле эта формула написана для случая, когда просто имеется, так сказать, вот такая куча. Когда нет шкафа. Когда нет шкафа, да, совершенно верно. Вот. Теперь... Когда есть шкаф, они немножко меняются. Когда есть шкаф, они немножко меняются, как бы вот, например, когда нет шкафа, здесь просто есть одна область такая вот сингулярности, просто нули функции Фи плюс. Сейчас я хочу перейти к пределу. К пределу, когда... Да, значит, ну вот, собственно говоря, здесь написано. Эпсилон стремится к нулю, Q это E в степени минус эпсилон. Ну и дальше все пропорционально, все пропорционально. То есть отношение вот этих длин зафиксировано. Да, и мы рассматриваем предел этого двойного интеграла, то есть такой фермионной корреляционной функции, когда наши две точки, они где-то находятся внутри этой предельной формы, на макроскопическом расстоянии. Ну вот, значит... Я думаю, что платили за то, что на все эти истук-то режимы, да? Да. Ну, как будто там это все равно один, и это... Совершенно верно, да. То, что мы это символически вчера вычисляли. Совершенно верно, да. Значит, теперь сделали это вычисление. А теперь, например, мы хотим вычислить предел, когда... Х1 равно Тау1, но H1 минус H2 конечна. На решетке и Т1 минус Т2 тоже конечна. То есть расстояние между этими корреляционными функциями просто оно... То есть между этими точками оно просто конечна на решетке. Вот, например, можно вычислить вот такую асимптотику. Х1 минус H2 конечна. Т1 минус Т2 конечна. Если умножить на эпсилон, то это стремится к хи... Нет, разница конечна. Каждая из них, она бесконечна. То есть эти две точки, они где-то находятся внутри этой предельной формы, но на конечном расстоянии друг от друга. Понятно, да? Конечное расстояние на решетке. Это целые числа просто. Нет. А, да, да. С целые расход конечность количества? То есть, типа, соседние по четыре сентаментальной области. Что это на остальном? Так. Хорошо. Значит, вычисляем этот интеграл. Все то же самое. Как бы двойной интеграл. Вычисляем вклад критической точки одной, критической точки другой. Но теперь они совпадают. И ответ будет другой. Вот, сейчас я его напишу. Ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я открыл неправильную статью. Ну, хорошо. Открыл неправильную статью, ну и ладно. Значит, ответ будет такой. Я просто скажу тогда словами, а потом еще мы один интересный случай рассмотрим. В этом случае вот этот двойной интеграл имеет такую асимптотику. Ну, она немножко задумчивая, если Т1 не равно Т2. Вот пусть Т1 будет равно Т2. Значит, тогда это особенно простая формула. Это будет просто синус тетта H1 минус H2 делить на тетта. Сейчас на тетта или на H? На тетта. И H1 минус H2. И H1 минус H2, да. А вот это микроскопический предел? Микроскопический предел, да. А тетта – это производная от функции высоты в данной точке по вертикальной координате. Это вертикальный наклон. Это плотность горизонтальных димеров в данной точке. Значит, это некая точка предельной формы Хи и Тау. Она где-то здесь внутри находится. Там имеется конечная плотность горизонтальных димеров. Вот, например, здесь плотность равна единице. Здесь плотность горизонтальных димеров на каждой из этой стенки равна нулю. Их там просто нет. А внутри там какая-то конечная плотность между нулем и единицей. И вот это вот тетта и будет. Это вот очень хорошо известный sign kernel. Это вот, так сказать, микроскопические флюктуации. Это то, что происходит вот в этом пределе. Значит, дальше. А что же происходит на границе? Вот как изучать асимптотику таких интегралов на границе? Ну, значит, это немножко другая история. Для этого мне нужно стереть вот это вот. Вот. Если есть какие-то вопросы про… Значит, я это стираю. Хорошо. Значит… Значит… Ну… Ну… Значит так. Вот конкретно в этом случае ничего другого нет. Но, вообще говоря, можно подобрать такие ситуации, когда, например, здесь будет другая сингулярность, не пирсия, а такая более сложная сингулярность. Это те же самые проблемы возникают в случайных матрицах, когда там есть потенциал, так сказать, со сложными сингулярностями. Вот. Там все асимптотики будут заданы разного рода дефракционными интегралами. Как бы здесь… Ну… А вот этот пирсинг, угол какой? К нулю или… К нулю? Да. Это не угол, это касп. А, понятно. Угу. Угу. Какова сингулярность конформного отображения из полупоркасты… Там, по-моему, так… Нет. Я думал, что такая… Нет, не может быть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ну, почему-то я хочу сказать, что парабола. Вот просто она вот так вот выглядит. Либо парабола, либо, ну, так сказать, естественный подозреваемый. А это есть еще одна сниженная тетка? Отвечает ли он какую-то аппарату клиническую? Я не знаю. Просто вот это вот то, чем… То вот, чтобы я сейчас хотел понять, это следующее. А как, в точности, вот эта конформная теория поля внутри, так сказать, что это такое? Это должна быть какая-то конформная теория поля на полуплоскости после конформного преобразования? Какая это конформная теория поля на полуплоскости? Вроде бы с граничным условием дерехле, но тогда возникает вопрос, например, а как с помощью этой конформной теории поля вычислять конечные поправки? Можно ли это вообще делать? Потому что здесь, в принципе, видите, здесь так граница замороженная. И конформная… Вообще, это очень интересный класс задач. Вот если рассматривать это вот как вариационную задачу, вычисление этих предельных форм, это очень интересный класс задач, так называемые вариационные задачи со свободной границей. То есть, вот типичный пример такого типа вариационной задачи – это просто берем функционал дерехле, но теперь накладываем такое ограничение. Мы ищем его минимум, там, с какими-то граничными условиями, но в пространстве функций, где градиент должен принадлежать какому-то заданному множеству. Ну, например, квадрат от нуля до единицы, вот как в нашем случае было. Значит, градиент по х должен быть от нуля до единицы, и градиент по у должен быть от нуля до единицы. И это ограничение довольно сильное. Значит, вот, в частности, если граничное условие будет линейным с критическим наклоном, то есть, так что градиент не может быть больше этого наклона, то будет происходить ровно такое же явление. То есть, граница, граничное условие будет пролезать внутрь, и внутри будут какие-то такие капли образовываться, и вся, так сказать, вот похожая наука. Вообще, в теории дифференциальных уравнений это явление исследовано довольно давно. Там такой мастер этой науки есть такой Луиско Форелли. Значит, как раз эти задачи вот для функционала Дерихлей и для разных таких более простых функционалов, они были исследованы. Просто здесь функционалы более сложные. Вообще, в прикладной науке это такие очень важные задачи. Это задачи эластопластичности. Значит, это, например, если железную балку вот так вот начинать поворачивать, то вплоть до некого момента она обратно отпружинит. А в некий момент она начнет течь как бы и гнуться. И вот эта задача из того же класса, на самом деле. Вот течь и гнуться, это, так сказать, значит, что там что-то происходит при определенном критическом повороте. Это вот аналог вот этого критического градиента. Вот. Но я отвлекся. Почему я отвлекся? А, хорошо. Хорошо. Значит... Хорошо. А дальше, как я сказал, глядя на этот экран, можно ли понять кассу, что надо с ним сделать, чтобы понять, каким уравнением будет касса? Можно. Очень легко. Значит, собственно, что здесь написано? Здесь написано отношение двух функций. Одна функция от t1, от z и t1. Другая функция такого же типа от w и t2. Значит, когда ε стремится к нулю, происходит следующее. Ну, вот здесь тоже стоит, так как h1 у нас, так сказать, тоже куда-то так перешкалируется, то здесь, вообще говоря, в пределе, когда ε стремится к нулю, происходит следующее. Здесь стоит, учитывая вот эти множители, следующее, s от z tau1 минус логарифм z х1, извиняюсь, плюс, минус, единица на z, то же самое, z на w, tau1 на tau2, х1 на х2. Ну, и дальше интегрия, это двойной интеграл, значит, нужно искать критические точки по z и по w. Что такое предельная форма? То есть, значит, так, непредельная форма пока что. Ну, вот я это все обозначу через s от tau1 х. Ну, либо они подделили, либо tau1 не равно tau2, либо tau1 равно tau2 плюс маленькая поправка. Это все зависимость того, разница между этими точками макроскопической, или же они очень близко друг к другу сидят. Но, в любом случае, так сказать, будет либо одна макроскопическая точка, либо две. То есть... То есть... Мы сейчас какой режим хайм? Если сейчас общее было сделано втяжение, или мы сейчас какой-то конкретный режим хайм? Я сейчас делаю следующее. Я примерно рассказываю, как вычислять асимптотику этого интеграла, когда первая точка... Значит, когда это становится х на ε, tau на ε, это становится х2 на ε, tau2 на ε. Ну, а дальше разница между tau1 и tau2 может быть порядка ε, может быть порядка ε в степени 1 треть для Эри, или что-нибудь в этом роде. Или, так сказать, комбинация ε степени 1 треть, ε степени 2 треть. То есть, главное, что и эта точка, и эта точка, а не где-то внутри находятся, так сказать, наши предельные формы. То есть, 1 треть – это нужно где-то около границы, да? Да. Если около границы, то... Получить конечный ответ, в смысле? Да. Да. Тогда нужно считать, что разница между ними – это подходящая комбинация в степени 1 треть и 2 трети. Но это уже не ловится. Это уже не ловится. Да. А если это соответствует решение уравнения квадратного там? Вот сейчас я как раз хочу про это сказать. Значит, такое уравнение дает критическую точку z с ноликом от хи тау. И внутри этой предельной формы эта критическая точка, у нее не нулевая... Что-нибудь рассказать? Нет? Я бы не видел, что я понял. Понял. Значит, внутри этой предельной формы мнимая часть с ноликом положительная. И это связано с тем, что мнимая часть этой с ноликом – это в точности плотность горизонтальных димеров. Хорошо. Теперь, что происходит на границе здесь? А на границе имеется не просто... Это не просто как бы критические точки. Значит, граница – это кривая уже в пространстве, в нашем пространстве. И это то, где критические точки вырождаются. То, где исчезает мнимая часть, и два комплекса сопряженных решения превращаются в два вещественных решения. То есть, граница предельной формы – это то, где первая производная равна нулю, и вторая производная равна нулю. Значит, это вот эта кривая. Но теперь возможно еще, что у этой кривой есть сингулярности. Вот такие. Как поймать эти сингулярности? Значит, это сингулярности этой кривой, то есть это то, где эта кривая совсем вырождается. Это то, где еще и третья производная снуляется. Вот это уже будет вот эта точка пирсия. То есть, если мы хотим исследовать флюктуации в окрестности границы, ну, так и нужно говорить, что мы сидим в окрестности границы. Значит, мы находимся в окрестности кривой, где одна производная равна нулю. Значит, мы все-таки хотим критическую точку. Ну, эта производная очень маленькая. Ну, это означает, что этот предельный… Когда мы будем вычислять этот интеграл по методу перевала, он не будет гауссовым интегралом, как это происходило бы в случае невырожденной критической точки, если бы просто вот такая была критическая точка, а это было бы не ноль. А когда и вторая производная ноль, то нужно идти к следующим поправкам кубическим. И тогда… И это называется словом «эри», да? И это называется словом «эри», да. Значит, и получается тогда вот в окрестности границы этот интеграл становится другим. Да. Значит, он… Ну, вот я просто напишу формулу, что это такое. Значит, это интеграл по С плюс, С минус. Я нарисую эти контуры. А здесь стоит… Ну, вот, Е в степени. А дальше стоит некий множитель, там, А на 3 факториал. Сигма куб минус капла куб. Вот кубические члены. Будут какие-то квадратичные члены. Д, что-то там… Д пополам, там, Б сигма квадрат, капла квадрат. И линейные члены. И все это по Д сигма, Д каппа. А контур интегрирования будет, ну, вот, как обычно для «эри», значит, в комплексной плоскости. С плюс он как-то вот так пойдет, чтобы интеграл сходился. А С минус как-то вот так пойдет. Значит, что здесь нужно? Эти углы, они, очевидным образом, определяются в бесконечный контур. Поэтому сигма в кубе должно быть отрицательное. И кап в кубе должно быть положительное. Ну, и, наверное, я что-то неправильно нарисовал. Либо я нарисовал правильно, но… Я нарисовал почти правильно, но просто там важно, независимо от кого-то работать. Да. Да, да, да. Вот, значит, вот этот С плюс, этот С минус. Все. Если действительно, если сигма на этом контуре, то как раз так и получится, что… По крайней мере, слово… Понятно? Да. Здесь стоит… Здесь каппа, а здесь сигма. Вот так вот, по-моему, должно быть. Это определяется… Это определяется… Значит… Вот сама функция С определяется отношением фи минус на фи плюс. Дальше… Ну, дальше как бы… Как устроена эта кривая? Это… Ну, вот, так сказать, нужно решить это уравнение и посмотреть, как она устроена. То есть, значит, это будет… Это будет… Решение это уравнение даст предельную форму, то есть, даст плотность горизонтальных димеров, а как следствие, и всех остальных димеров внутри. Это уравнение даст кривую саму. Значит, а дальше, если есть сингулярности, то они будут пойманы вот этим уравнением. Если есть более… Нет, может так случиться, что как-то очень хитро так все симметрично подобрано, и веса как-то подобраны очень хитро, так что еще и четвертая производная занулится. Такое тоже возможно. Ну, там будет более серьезный такой дефекционный процесс какой-то. А еще ты сказал, что Тау-1 от Тау-2 должно не сильно отличаться. Да. Это как раз? Значит, если наша критическая точка не вырожденная, то… Да, то, значит, возможно, две ситуации. Либо Тау-1 и Тау-2 разделены между собой так, что они намного больше, чем шаг решетки, то есть как бы не макроскопические, но и не такое мезоскопические расстояние, я бы их так называл. Тогда это просто… Нужно этот интеграл методом перевала через Гауссовую точку, получится ответ какой-то, так сказать, хорошо понятный. Вот. Если же вторая производная еще и равна нулю в критической точке, то около критической точки нужно не только Гауссовую часть брать, а нужно еще и часть, так сказать, которая кубическая. Что? То же Эри получится, да? Нет. Вот если вторая производная не равна нулю, никакой Эри не получится, будет просто Гауссов и Френдеграл. А если вторая равна, то получится Эри? Да. А если вторая, то будет Эри? А если третья еще равна? А тогда нужно уже следующие порядки считать, тогда будет здесь четвертого порядка полином стоять. И это называется пирсия, да. А если, значит, вот в этих задачах со шкафами, значит, там добиться того, чтобы еще одна сингулярность была более высокая, чем пирсия, очень трудно. Нужно шкафы как-то очень так симметрично подбирать, нужно, так сказать, усиливать сингулярность разными другими способами. Есть еще забавная такая вещь, вот представьте себе, что, значит, это вот один шкаф, это вот, так сказать, будет три шкафа. Да? А теперь, допустим, там сто шкафов есть. Значит, тогда вот так вот все будет двигаться. И можно себе представить такую вещь, что вот как бы мы рассматриваем, например, вот такую ситуацию. Здесь много таких маленьких зубчиков. Маленьких шкафов. Маленьких шкафов, да. И они делают эту комнату такую очень, так сказать, такую постмодерновую как бы. Вот такой вот. Как такая драпировка висит. Вот. И тогда очень интересный здесь процесс будет возникать, так называемый бисерный процесс. Вот первым его, по-моему, Седрик Бутие исследовал. Значит, здесь не будет предельной формы, она будет так вот исчезать. Она будет вот здесь вот, здесь, а тут они так вот будут, тут будет нечто происходить тогда. Вот. Это пример такого, и это не алгебраическая кривая будет. Это как раз пример, так сказать, аналитического граничного условия вот на бесконечности, но не алгебраического. Вот, например, как бы уже решение, вот которое Кениан Анькунков построил, как раз вот они в этой ситуации, ну вот они не работают просто потому, что это как бы уже другой сетап. Нет, ну так все немножко идейно упоминает какие-нибудь решения предельные стойки от матричных моделей. Извиняюсь. Конечно. И то, что ты говоришь про начало, это когда там конечное число разрезов, ну, к примеру, а это, ну, что-то бесконечное число. Да, да. Оно становится алгебраическим. Абсолютно точно. Только тут это, как-то, выглядит намного сложнее. Ну, вообще, к этим, к этого типа задачам, вот с ромбиками, к ним можно довольно так справедливо относиться, как к некой дискретизации матричных моделей. Ну, дискретизации в том смысле, что вот, ну, я вот в прошлый раз говорил о том, как вот эти вот пересекающиеся разбиения возникают. Если смотреть на позиции горизонтальных ромбиков. Вот эти вот разбиения, их можно интерпретировать как просто, как собственные значения случайных матриц. Более того, например, вот если взять функцию Шура, S лямбда от Q в степени ню 1 ню n, а лямбда это лямбда 1 лямбда n. Как такую функцию Шура можно проинтерпретировать с помощью димеров? Ну, вот таким вот образом нужно взять, так сказать, такую комнату, но взять ее разрезать вот так вот пополам. Эту часть выкинуть, как бы дом обрушился, так сказать, там ничего нет. Вот. А здесь сказать, что у нас вот находится горизонтальная димера вот в каких-то позициях лямбда 1 лямбда n. Значит, тем самым, как бы, кучи, которые могут образовываться, они вот, ну, они определяются вот этим разбиением. А веса, которые здесь стоят, вот помните буквы Х, которые я писал, и буквы Q. Так вот, вот эти вот Qt, это Q в степени ню t. И вот функция Шура, это просто-напросто вот такая вот статья сумма димеров вот в такой области. Ну, из этого всякие последствия возникают. Например, есть замечательная формула Матицына, которая описывает асимптотику функции Шура, по сути дела. Значит, это формула, которая описывает асимптотику интеграла и сексиона Зубера, но интеграл и сексиона Зубера, он там каким-то множителем отличается от функции Шура. Вот. Значит, как вот его формула связана с тем, что мы знаем про предельные формулы, предельные формы. Это просто-напросто вот то уравнение Бургерса, которое он получил, это просто предельная форма. Вот в этом случае, значит, когда вот эта лямбда стремится к одной плотности, а эти веса стремятся к другой плотности. Тогда получается, так сказать, некое решение уравнения Бургерса с граничными условиями, определенными вот этой плотностью и вот этой плотностью. И это вот, это то, что он сделал. Матитцын старая работа, да, 91-го, по-моему, или 92-го. Ну, это, она очень важная работа была, там после этого много всяких развитий было. Пора.